Конечно верю, разве могут быть сомнения? Я и сам всё это видел, ты мне веришь или нет? Веришь ты или нет? Вот так вот. Я только что слушала такую песню. Друзья, жареная картошка на сцене. Особенная, вкусная. С морковью, кориандром, чесноком, лепестным луком. С сахаром, солью и растительным маслом. Приступаем к приготовлению самой вредной, самой вкусной еды. Для начала включаем сковородку, наливаем в неё масло. Можно купаж масел растительных или добавить сливочное. Ваши любимые, какие хотите так. Чтобы не жирно, но вкусно. Включаем, ждём нагрева. А мы в это время... Резинка у меня новая, коты перегрызли. И она такая слабенькая. А мы в это время будем с вами... С вами будем мы резать картошку. Так, сюда. Я и сам всё это видела. Ты мне веришь или нет? Веришь ты мне или нет? Так-с. Картошку нарезаем так, как вам нравится. Кружочками, звёздочками, параллелепипедами. Короче, друзья, заморачивайте меня. Вот я буду так резать. Понимаете? Можно так делать в руке, но у меня опасная лук, поэтому... Я буду делать вот на доске. Вот. Элементарно просто. Так. Пошли по диагональке. Мы выпендиваемся. Нет, кому нравится какая-то красота, пожалуйста, учитесь у поваров. Ага. Но мне нужна вкуснота. Здесь эстетика будет в любом случае. Потому что у нас будет добавлена морковь, и картофель будет играть необычайными красками. Поэтому не заморачивайте меня. И себя тоже. Себя, кстати, в первую очередь. Потому что всё, всё, весь мир начинается с самого себя. Тупой человек скажет, вы что, охренели? Все во всём виноваты. Ну, конечно. Умный человек, который умный, благоразумный, он всегда узнаёт это. Если он этого не знает, а ему подскажешь, он начинает думать и понимает, что это так. Развивайтесь, товарищи. Товарищи. Если у нас есть такие товарищи, которые мы совсем товарищи. Экс. Так, картошку так нарезаем, да? Угу. Ой, надо было мне... Блин, дура я. Знаете, чё? Я сейчас вот так масло вылью в картофель. Вот. По-моему, я много масла вылила. Видели, да? Я масло вылила в картофель. Вот. Чтобы перемешать. Вот так оно прикольнее жарится. Ухо. Что-то не жирно, не сухо. Короче, нарезаю. А знаете, чё я решила? Смотрите, вот картофель я порезала, присыпала в эту миску, потому что удобнее. Чеснок, чем удобно, как чистить, раздавил и снял кожуру. Всё. Не мучайтесь. Так, чеснок, друзья, если кто-то любит жареный чеснок, жарьте его прямо сейчас, чтобы он такой прямо... Вот. Или отдельно пожарьте, а потом добавьте. Вот. Потому что, когда вместе с этим, с картофелем, не знаю, кому как нравится, но я считаю... Вообще, кстати, не одна я, я слышала, что повара говорят, что профессиональные повара. Слышала не один раз, вы сами знаете, да, что я всегда учусь именно у профессиональных поваров. И, кстати, я практически не смотрю других блогеров этих... Самоучик. Знаете, почему? Я вам честно... По-моему, не награлась. Честно признаюсь. Потому что, во-первых, они прут по одним и тем же рецептам, которые есть везде и всюду. Вот. И вообще практически не развиваются, не вносят никакой нотки творчества. Вообще, короче, мне не нравится, короче, застой полный. Я люблю смотреть профессиональных поваров. Они развиваются всегда. Нет, есть, которые идут только по классическим рецептам. Ой, дядь, ты опять прилетел. Есть. Я не спорю. Ну, я таких долго не смотрю. Если какое-то элементарное блюдо, которое я не знаю, да, ну, национальное, допустим, какое-то, я иду туда и смотрю уже чисто национальное блюдо, без всяких творческих потенциалов, а потом сама уже приношу в эту нотку. Поэтому сейчас мы режем лук так, как нравится нам. Я буду, честно, с кольцами резать. Ну, так вот. Не худо. Не худо. Ну, чтобы такой чувствовался. Лучок. И знаете, что хочу? Не буду заморачиваться, не вас заморачивать. Сейчас прямо все сразу вместе перемешаем с маслом. И сразу долбанем в сковородку. Вот, попробуем сделать так. Кроме чеснока, конечно, потому что чеснок, фу, противный, отвратительный запах имеет, когда он это, прямо вместе с блюдами, жаренными. Все, которые так готовят. Не знаю, у каждого, конечно, свой вкус. Я не буду спорить, поэтому... Не мое это дело. Морковку хочу порезать лепестками. Вот, надо было перемешать, поэтому я потемнела картошку. Немножко потемнела. Так. А! Я же хотела... Ой, что это она не помытая у меня? Нормальный перец. Ну, ладно. А вот это что такое? А, во! Как раз вот такими штуками я сейчас и сделаю морковку. Хотя, может быть... Нет, я, наверное, все-таки... Во! Я так все-таки сделаю. Полосками. Потому что морковка готовится дольше, чем картофель. Будет красиво. Ну, короче, экспериментируем. Вот, смотри, как красивая лапша. Ням-ням-ням-ням-ням. Ха-ха-ха. Здесь кто сколько хочет. Блин. Сейчас пальцы себе отхреначу. Можно пооранжевее, чтобы чувствовалось. Кому как нравится. Эксперимент про олив. Я такой еще не готовила. Всегда эксперимент. Вот. Банальная, да? Банальная картошка превращается у нас в банальное, потрясающее, элементарное, клевое блюдо. Это вот так вот сейчас принадлежит. Ой, все, горю. О-о-о-о. Лук злой. Вчера, кстати, услышала в смаке Макареевича. Там был на него гость. И он сказал, что... Первый раз-таки это услышала я. Он сказал, что когда лук злой, его режешь, значит, что он плотный, жесткий. Да, я этого не знала, товарищи, 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 я этого не знала. Я так и наблюдала я, тут нормально, это будет у нас. А потом, когда он его сказал, я вспомнила, правда, когда нарезаешь лук, особенно вот ближе к весне, он такой полый, да? Он такой, как бы немножко вздутый, ну, потому что он начинает прорезываться уже, ну, в зеленоха вылазить у него, и у нее не видно, но это... И он, действительно, он не злой, который, ну, рыхлый такой. Это так. Так, теперь насыпаем кориандр. Я беру молотый. У меня, какого-то, картошка перегрелась уже. Ну, так, на вкус, друзья, кто как любит. Я люблю! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Это будет потрясающе, картошка, конечно, вообще. Крышку, кстати, надо, друзья, обязательно. Крышку у меня... Масло перегрелось уже. Товарищи! Масло перегрелось, сейчас как забрынчит. Так-с. Сейчас я возьму. Перемешаю это все. А, посолить. Товарищи. У меня крупная соль, как всегда. Не пересаливаем картошку, потому что пересоленная картошка – это самое, что есть на среде от родителя глюда. Вот правда. у некоторой личности. Почему я и не ем, готовлю сама себе еду, потому что там же есть невозможно. Так-с. Вот видите, какой прикольный... Не знаю, что у нас с нашей морковкой будет, как она приготовится, я не в курсе. Эксперимент. Не забыть бы потом в конце прочь с ног. Так, все, я заваливаю. Раздвигаю, потому что сейчас как начнет брызгать. Высыпаем. Так, обязательно надо размешать сразу, чтобы масло... А, у нас же картошка в масле, я забыла. Ха-ха-ха, как смешно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Можно не перемешивать. Вот в этом фишка. Если вы очень много готовите, прям в полную сковородку, да, как я, то можно сразу чуть-чуть на сковородку и чуть-чуть в саму уже перемешанную картошку сырую. Тогда вам не надо будет заморачиваться и сразу ее мешать на сковороде. Она сейчас сразу прихватится, да? Вот. У меня шестерка. Не знаю, как третя сегодня будет работать. Мы в курсе, ах нет. Ну, короче, посмотрим, как она будет поджаривать. И потом уже, вы посмотрите, закрывать крышку или нет. Умайся, друзья, мамы. Люди, карапузы. Сейчас. Нет, не подходит. Это вам не зрети-то. Во. Ладно. Я накрываю сразу. Вот у меня за счет этой штучки будет немножко дырочка. Вот здесь вот. Поэтому, чтобы влажность не скапливалась, будем жарить пока. Все. Ждем, пока пожарится внизу золотистость. Итак, друзья, заглянем, что у нас здесь. Хочу сказать, что переворачивать, наверное, лучше лопаткой. Я не маста, нет? Будем пробовать. Так. Пахнет необычно. О, отлично. Самый раз поджарился. Такой нам и надо, чтобы оно не горело. И в свое время его пить золотиночки. Поджариваю. Здесь картошечка такая рыженькая, с морковочкой. А запах вообще, это просто что-то. А вот, вот, видите, такая рыжиночка. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Большое количество картошки. Все, конечно, положительно под крышечкой. Ну, не полностью закрытой, как у меня. Вот. Так что, ждем. На сильном огне, повторяю еще раз. На сильном огне. Ждем. Выручку. Так. Ням-ням. Друзья, процесс продолжается. Большая сковородка не быстро жарит. Так, ну-ка это проверим. Так, сверху пока еще жестковатая. Вот, по-моему, там поджарилась хорошо. Сочности много. Я же картофель не протирала. Еще у нас и лук сочный, и морковка сочная. Ну, как бы немножко такая, как бы потушивается немножко под этим. Если открытая сковородка, то она быстро будет поджариваться. Ну, поджариваться. Но не готовится. А большое количество мне надо, чтобы... Да блин. Ммм, морковка уже аль дентр. Так, друзья. Сейчас я не буду закрывать крышкой. Пусть у меня картошка обжарится, чтобы была ремяная. Вот. Сразу говорю, льда очень плохо работает. Вообще напряжение меня. Ждемся. Итак, друзья. Вот я, короче, так. Сначала я выступаю чеснок, а потом перемешиваю. Вот. Теперь можно перемешать. Вот, просто у меня вот 4, наверное. И вот эти поджариваю. Здесь главное, чтобы у нас лук не сгорел. С морковкой ничего не будет. Вот морковка уже надо готовы. Он висит уже, как с козёла бы я. Но не буду. Ставьте лайки. О, совсем другой дух пошел. Дух-дух. Дух-дух, дух-дух. О, чесночек уже, чесночек. Не надо пережаривать чеснок, иначе у вас получится как-то. Бе-е-е. Вот сейчас самый раз будет, когда уже практически готова она, да? Так. Сейчас тут я попробую. Отлично. Сейчас накрою, чтобы она дошла. Толстые куски. Такие сыренькие еще. Горячий сыр, мне кажется, какой варил мой бывший муж. Почему? Потому что я однажды что-то там сварила, ему что-то с перловкой. Он мне так сказал. Так, друзья, что хочу сказать. Короче так, я сейчас закрываю, выключаю. Говорю ему, до свидания, до скорых встречи. Потому что мне нужно идти с собакой гулять, а мы еще не обедали. И я хочу прийти, чтобы картошка у меня не остыла, да как раз бы готовилась на плите. И будет в самый-самый раз, потому что время 5 часов, а мы еще не обедали. Вот так, короче, я так сделаю, вот. Вот такая вот вкусняша, немняша, немняша. Можно добавить зеленушечки. Вот. Желаю всем приятного аппетита. До свидания. Всего самого лучшего. Ставьте лайки, звоните колокольчик и подписывайтесь на канал. Если тепло, улыбно, сытно и волшебно. Чао-ка-као. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok